В России начали подготовку национального проекта «Семья». Он заработает с 1 января следующего года и будет одним из самых больших по финансовым вложениям. Особое внимание уделят поддержке многодетных рождаемости и повышению интереса к теме семьи. Укрепление традиционных семейных ценностей – это главная тема Всероссийского форума «Россия. Дом народов», который стартовал сегодня в Москве. На площадке форума сейчас находится заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Мы сейчас попытаемся выйти с ним на прямую связь. Константин Иосифович, здравствуйте. Как вы слышите нас? Добрый день. Слава Богу, вижу и слышу. Здравствуйте. Спасибо. Расскажите, как проходит мероприятие, о чем идет речь и в каких вы дискуссиях принимаете участие? В Москве сегодня собрался действительно очень представительный и очень своевременный форум. Общее название форума «Россия. Дом народов». У нас связь нормальная, вы меня слышите? Да, мы вас слышим. Продолжайте, пожалуйста. Так вот, тематика обсуждения значительно шире и не случайно форум одновременно является и российским, и международным, потому что обсуждаются как совершенно прикладные темы, семья, многодетность. Форум начинался с того, что на сцену были приглашены многодетные матери, их было несколько десятков, и все они стали победителями конкурса многодетных семей. Ну и через это, через обращение к теме семьи, разумеется, разговор неминуемо выходил, собственно говоря, это и было замыслом на еще более широкие темы наших традиционных ценностей, того, что объединяет народы России и того, что делает нашу Россию по-настоящему многонациональной. На форуме несколько сотен участников, более 700. Вот сейчас закончилось пленарное заседание, начинают свою работу с секции, и я уверен, что разговор получится, как всегда, конкретным, содержательным и прикладным, потому что для нас, для парламентариев, а здесь есть и сенаторы, и члены государственные, депутаты Государственной Думы среди участников, для нас, для всех очень важно не только заявить свою позицию, но и услышать. То, чем живут граждане России, представители различных регионов, различных народностей, различных социальных слоев, все это в дальнейшем, разумеется, будет учитываться в нашей законотворческой работе. Константин Усифович, Россия – многонациональная страна, больше 150 народов проживает. Как возможно при таком разнообразии говорить об единстве традиционных ценностей? На сегодняшнем форуме, на мой взгляд, получала очень важная констатация, что традиционные ценности на самом деле нас не разъединяют, а объединяют, потому что это не предмет какой-то идеологии, какой-то политической программы, какой-то религиозной составляющей. Эти ценности действительно общие для нас даже со своей национальной, либо религиозной спецификой. И то, что мы научились, у нас 193 народа проживает Российской Федерации, то, что мы научились объединять эти народы вокруг этих общих ценностей, на самом деле существенным образом отличает современную Россию и от Советского Союза, и от дореволюционной российской веры, от царской России, где проблем, конечно же, было гораздо больше, но самое главное, где никто по-настоящему не пытался их решать так, как это делаем мы сейчас, ныне живущие поколения, люди, которые живут в современной России. И это то, что удается нам в сравнении с нашими предками, но и самое главное, это то, что удается нам, россиянам, в сравнении с другими государствами, другими обществами, другими народами, живущими на земном шаре. Мы видим, как вопросы межнациональных отношений, вопросы межрелигиозных отношений очень часто не объединяют, а разделяют соответствующие общества, соответствующие народы и разрывают соответствующие государства просто-напросто в клочья, как это сейчас происходит, к сожалению, на Украине, как это до этого происходило в той же самой Грузии, в той же самой Молдове, где одна титульная нация попыталась обустроить в соответствующей стране моноэтничное государство. Вот то, что там возникли проблемы и с территориальной целостностью, и с общественным согласием, и с государственностью, в конечном итоге, на самом деле, причина одна и та же, это те ошибки, которые совершили соответствующие политики в этих странах. Мы этих ошибок, к счастью, не совершили, мы учимся, если хотите, на своих ошибках, но мы уверенно идем вперед и, думаю, нужно отчетливо сейчас констатировать, что, может быть, самое главное достижение современной России заключается в том, что у нас, еще раз повторю, в отличие от многих других стран и народов, ни одна этническая группа, ни одна народность, ни один народ, ни одна территория не стремятся выйти из состава Российской Федерации. Никто никого не удерживает силой, никто никого не принуждает к совместному проживанию в общих границах. Это осознанный и добровольный, свободный выбор каждого гражданина, любой национальности, любой религии и любых политических убеждений. Это огромнейшее достижение нашей страны, которым мы можем гордиться. А если говорить о семье, например, о том, сколько детей в семье, то тут же тоже очень разная ситуация, в разных регионах России по-разному все складывается. Например, на Кавказе многодетная семья – это обыденность, в центральной России все-таки редкость, и это тоже традиции. Может ли тут быть универсальный рецепт популяризации образа отца, матери, повышения общественного интереса к семье, какие чайки нашего общества? Вне всякого сомнения, такие общие параметры существуют, и они заложены в обновленную редакцию Конституции Российской Федерации, где проглашается приверженность традиционным ценностям, а среди этих традиционных ценностей, разумеется, сохранение и укрепление семейных отношений, четкая идентификация семьи как союза брака и семьи, как союза мужчины. И женщинам, и, разумеется, поощрение многодетности. Неслучайно нынешний год уже во второй раз объявлен президентом России годом семьи. Неслучайно в недавнем послании Федеральному собранию, которое озвучил президент Российской Федерации, вопросам семьи, вопросам поддержки материнства, вопросам поддержки детства было уделено приоритетное внимание. Да, разумеется, какие-то специфические сюжеты от региона к региону возникают. Это связано и с традициями совместующих народов, и с какими-то особенностями духовного характера. Но еще раз повторю, здесь при отсутствии каких-то принудительных или принуждающих к единомыслю стандартов, должна быть, ну, если хотите, единая воля российского общества, нашего многонационального народа, к тому, чтобы нас было как можно больше, нас, россиян, было как можно больше, и чтобы наши дети всегда имели возможность вырасти в крепкой семье, в традиционных ценностях, и уже в дальнейшем, когда они становятся взрослыми людьми, самостоятельно делать свой выбор, в части, касающийся своих убеждений, своей профессии, своих семейных отношений. Всего того, что ребенок просто не в состоянии сделать в силу своего возраста, но что ребенку пытаются навязать в так называемых либеральных обществах. Это, наверное, главное, что нас отделяет защита наших детей от внешнего принудительного влияния, навязывания детям убеждений, которые они сами не в состоянии оценить. Это наша отличительная черта, и в этом наша симпатия. И еще один вопрос, если позволите. Накануне Владимир Путин поручил подготовить нацпроект по воспитанию гармонично развитой личности. Какую составляющую, по-вашему, тут имеют семейные ценности? И какие еще аспекты должны быть развиты в гармоничном во всех отношениях человеке? Мы не случайно начали с семьи, потому что это первоосновок. В семье появляется человек, в семье он воспитывается, и в семье он выходит во взрослую жизнь, уже создавая свою собственную семью. И в этом залог сохранения нации, в этом залог будущего. Но свобода личности – это значительно более широкие понятия. И, разумеется, здесь для любого человека должны быть обеспечены равные возможности, равные условия, равный доступ к получению образования, к получению, к знакомству, достижению культуры, к тому, чтобы реализовывать свою духовность, будучи глубоко верующим человеком или, скажем, атеистом, тем не менее иметь свободу во всех проявлениях своей личности, которые тот или иной человек считает для себя важным. И вот это все и есть очень важная составляющая нашей Конституции. Все гарантии прописаны там исчерпывающим образом. И этим, еще раз повторю, мы сильны, и этим мы, если хотите, уверены в нашем благополучном будущем, потому что будущее, безусловно, за нами и за такими же, как мы, за нашими единомышленниками, которые в угоду современной политической конъюнктуры не готовы и совершенно точно не будут жертвовать какими бы то ни было свободами, будь то индивидуальными, общественными, либо государственными. Спасибо, Константин Иосифович, за то время, которое вы нам уделили. На наши вопросы в прямом эфире отвечал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.